Российские дипломаты будут теперь регулярно посещать задержанных в Луганской области Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел. Этим вечером в госпитале к раненым россиянам наконец допустили российского консула. По его словам, Александров и Ерофеев чувствуют себя относительно хорошо, но медиков и условия содержания не жалуются. С подробностями Тамара Мирсисян. Задержанные россияне чувствуют себя нормально и уже идут на поправку. Это главное, что удалось понять консулу Российской Федерации на Украине во время встречи с Александром Александровым и Евгением Ерофеевым. Одному из молодых людей постоянно делают обезболивающие уколы. Известно, что оба серьезно травмированы. Даже стоял вопрос об ампутации конечности. В Киеве задержанные россияне уже перенесли несколько операций. С каждым из арестованных мы беседовали отдельно, ну практически до часу. Евгению Ерофееву в ходе нашей встречи делали обезболивающий укол, потому что он жаловался на боли в руке. Ну так, почти сейчас с одним и с другим мы беседовали. Вот, соответственно, приободрили их, услышали их какие-то пожелания. Вот, в целом, что касается условий содержания, медицинской помощи, здесь никаких с их стороны жалоб, в общем-то, не было. Александрова и Ерофеева задержали в Луганской области еще 16 мая. Все эти дни российские дипломаты добивались с ними встречи. Что в это время делали с молодыми людьми и откуда у них такие травмы, непонятно. Украинские СМИ всеми силами пытались доказать, что Россия открестилась от своих граждан. В итоге российский МИД был вынужден опубликовать текст официальной просьбы о встрече. Документ датируется 19 мая. Мы продемонстрировали нашим ребятам, что они не были брошены, их никто сейчас не бросает и не бросит в будущем. Потому что, ну, как все знают, были соответствующие инсинуации в ряде СМИ, что Россия забыла про своих граждан. Это не так. И мы сегодня это наглядно, я думаю, показали и они это услышали. Как только стало известно, что в Луганской области задержаны россияне, украинские власти поспешили заявить. Ерофеев и Александров – кадровые российские военные. Более того, разведчики, Министерство обороны России почти сразу информацию опровергло. На момент задержания ни один, ни другой в вооруженных силах Российской Федерации не числились. Об этом говорят и родственники задержанных. Он служил по контракту в декабре с сержантом. В декабре он уволился перед Новым годом. Его не все устраивало. Но также ему предложили хорошую работу в Самаре. И сказал, что зарплата хорошая, такая же. И больше времени на семью будет. Мы вместе приняли решение. Я его поддержала в этом. На Украине россиянам уже предъявили обвинение в терроризме. По местным законам им грозит до 15 лет лишения свободы. На днях суд арестовал Ерофеева и Александрова на срок до 19 июля. Тем временем в украинских средствах массовой информации активно муссируют вопрос о возможном обмене задержанных под Луганском россиян на Надежду Савченко, украинскую летчицу, которую сейчас судят в России. Российский посол на Украине уже заявил, пока идут следственные действия, ни о каком обмене речи быть не может. Тамара Нерсесьян, Александр Боткин, Александр Чуканов. Вести из Киева. Украина. Ну, а сначала о ситуации в Горловке. Сегодня вечером она оказалась под мощным огнем. По предварительным данным погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок. Также известно о пострадавшей женщине и двух детях, которых удалось спасти из-под завалов. Сейчас на прямой связи со студией наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Евгений, здравствуйте. Какая ситуация к этой минуте? Есть ли новые данные о погибших и пострадавших? И подтверждается ли информация о том, что силовики использовали запрещенные тяжелые вооружения? Да, Юрий, здравствуйте. Действительно, около 7 часов вечера украинские силовики открыли огонь, предположительно, из тяжелой артиллерии по центральной части города-спутника Донецка-Горловки. В результате этого обстрела снаряд попал в жилой дом. Погибла 11-летняя девочка. Ее брат, тоже ребенок, ранен осколком в лопатку. Погиб отец этих детей. Что касается матери, то она доставлена в больницу. На место трагедии прибыли сотрудники МЧС. Они из-под завалов извлекли ребенка. Его доставили в больницу. Также погиб еще один мужчина. Об этом говорят в Министерстве обороны Донецкой Народной Республики. Официальный представитель военного ведомства ДНР прокомментировал трагедию. Вот что заявил Эдуард Басурин. «Было более 35 разрывов в общей сложности. Обстрел происходил артиллерией, в результате которой есть пострадавшие среди мирного населения. Есть трое убитых, трое раненых. Среди них убитых девочка 11 лет, в живых осталась мама, мальчик 4 лет, ранение в лопатку и девочка, которой от роду 3 недели». Юрий, стоит сказать, что сейчас специалисты Министерства обороны ДНР устанавливают тип боеприпасов, которые использовали украинские военные. Я напомню, что по Минским соглашениям система вооружений калибра свыше 100 мм должны быть отведены от линии соприкосновения. Но сейчас военнослужащие вооруженных сил ДНР пытаются точно установить, какими системами был обстрелян центр Горловки. Вообще ситуация неспокойная на линии соприкосновения. Последние дни украинские военные нарушают режим прекращения огня, используют системы вооружений калибра свыше 100 мм, в частности 120-мм минометы и гаубичную артиллерию. Вот ситуация в Горловке по-прежнему неспокойна. Известно, что сотрудники миссии ОБСЕ проинформированы о трагедии, о гибели ребенка в Горловке. И завтра, предположительно, сотрудники миссии ОБСЕ отправятся на место трагедии для того, чтобы зафиксировать последствия обстрелов. Юрий. Что ж, будем ждать отчета наблюдателей. Я благодарю вас, Евгений. От вас ждем новой информации. Я напомню, на прямой связи из Донбасса был наш военный корреспондент Югений Поддубный. В Одессе придумали новый способ выявления тех, кто поддерживает сепаратистов. На входе в апелляционный суд активисты одной общественной организации расстелили флаг Новороссии, вывесили плакат «Вытирайте ноги» и снимали все на видеокамеру. Всех нежелающих это делать называли предателями своей страны, обещали устроить над ними народную иллюстрацию. Людей, которые переступали через флаг или отодвигали его со своего пути, нашлось немало. Это были и посетители, и сотрудники суда, и милиционеры. Акцию организовали после того, как суд отпустил под залог обвиняемого в сепаратизме. Судьям, которые принимали такое решение, иллюстрацию обещали независимо от результатов теста с вытиранием ног. Банкоматы в России теперь будут оснащать газоанализаторами. Ввести техническое новшество вынудили грабители, которые больше не тратят силы на крайне трудоемкое вскрытие денежного ящика, а просто взрывают его изнутри, предварительно закачав внутрь банкомата газ. Одна из таких банд на днях попалась. Все подробности у Антона Подковенко. Ограбление по-московски. Стеклянная стена банка в Дребезге, дверной проем завален обломками. Взрыв, который ночью прогремел на юге Москвы, слышали жители сразу нескольких улиц. Грабители подорвали платежный терминал. Полиция приехала, когда они уже принесли чемодан, чтобы сложить деньги. Так с чемоданом их и взяли. Кадры сразу после задержания. Двое на коленях, один вообще почти валяется на мостовой. По имеющейся информации, злоумышленники, используя газо-воздушную смесь для взрыва, планировали совершить хищение денежных средств из банкомата на юге города Москвы. Задержанными оказались 31-летний выраженец Армении и двое выраженцы города Новокузнецка Кемеровской области в возрасте 28 и 31 года. Возбуждено уголовное дело по статье попытка совершения кражи в особо крупном размере. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений. Взрывать платежные терминалы, банкоматы, причем не тротилом, а закачивая в них газ, допустим пропан, это новый прием российских налетчиков. Но придумали его не они. В Европе взрыв банкомата посредством закачки газа – это достаточно распространенный способ вскрытия, который применяется уже около 10 лет. Европейские эксперты предупреждали, что явление вскоре проявится и в России. Но, к сожалению, ни банковская сфера, ни страховые компании не уделяют должного внимания этому вопросу. На самом деле способов десятки, говорят аналитики. К примеру, накрыть банкомат полиэтиленовой оболочкой, накачать газ и взорвать. Или просто подложить заряд. В середине марта эти кадры с камеры наблюдения пересматривала вся Москва. Словно смотришь голливудский боевик. Двое в защитных комбинезонах устанавливают взрывчатку под терминалом, протягивают шнур, взрыв и банковские купюры разлетаются по всей комнате. В кассете с деньгами, которую забрали преступники, было 2,5 миллиона рублей. Казалось бы, ничего сложного. Вот только грабитель рискует взорваться сам или сжечь вместе с банкоматом деньги. Кстати, и такое в Москве уже было. Переборщили только и всего, господи. Методом тык, методом интуиции. Что-то где-то подчитали, где-то что-то поднабрались. У кого-то какой-то опыт есть. Вот таким образом, может быть, кто-то не соблюл инструкции, ну, условно назовем инструкции, которые, видимо, у них есть. Руководитель, по крайней мере, одной из московских подрывных бригад уже задержан. Олег Скальский. По образованию историк у него дома нашли самодельную бомбу и материалы для изготовления еще четырех. Впрочем, банкоматы как только не пробуют на прочность. Вот его режут фрезой. Так что искры летят. Режут долго, аппарат не поддается. Этот вариант конструкторы, очевидно, просчитали. В итоге сработала сигнализация, несостоявшиеся грабители скрылись. Есть и более радикальные способы. Записи с видеокамер бьют рекорды просмотров в интернете. Пользователи даже монтируют из них ролики с комментариями. Как вот в этом случае, когда налетчики вырвали банкомат из стены с помощью металлического троса, прикрепленного к автомобилю. Вот таким вот замечательным вот образом, вот так вот вылетает наш банкомат. Все провода с корнями остаются сзади в раскрученной стене. Похоже, идея пришла в голову и мошенникам из Челябинской области. Только там они обмотали банкомат пожарным шлангом. А дальше та же схема. Газ в пол и аппарат у них в руках. Вскрывать повезли в лес. Долго тащили на руках, потом взломали-таки и оставили, забросав ветками. Правда, результатом всей операции стали всего 200 тысяч рублей. Зато каково было удивление жителей деревни Еманжелинка, когда они нашли рядом со своей околицей неумело замаскированный газель и разломанный банкомат. Все дело в том, что банкоматы никто не охраняет, объясняют специалисты. Вот решаются охотники за легким богатством на самый отчаянный взлом. Банкоматы же находятся, как правило, без физической охраны, только под видеонаблюдением. Поэтому, наверное, все-таки вот судя по сводке происшествий, достаточно нечат. Ну, это предметом преступного посягательства. Ну, и потом взломать можно же практически все. Это личная проблема щита и меча. Достаточно вот время, достаточно навыков, достаточно технических сил, взломать можно все. На храписти всех действуют так называемые московские ниндзя. Их последнее дело – семеро грабителей в масках среди белого дня вынесли банкомат из торгового центра «Радуга» на Большой Черкизовской улице. Просто выломали и увезли на тележке, в припаркованную у магазина машину. А в банкомате, между прочим, было 8 миллионов рублей. До этого они также вынесли автомат с деньгами из магазина «Дикси» на Вишняковской улице. И охрана не помогла. На скидку есть определенные усиления корпуса изнутри, которые, скажем так, гасят взрывную волну и не дают тем самым произвести разрушение. Разработки уже ведутся. Только специалисты не особенно о них распространяются, чтобы не выдать секрет невскрываемого банкомата. А еще жалеют, что к каждому терминалу полицейского не приставишь. Антон Подковенко, Вести. Как минимум 16 человек за последние 5 дней стали жертвами наводнений и бурь в американских штатах Оклахомы и Техас. Более 40 в списке пропавших без вести. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти штатов. Населенные пункты затоплены настолько сильно, что передвигаться по ним можно разве что на лодках. Вот что сообщает наш САПКОР США. Валентин Богданов. Штаты Техас и Оклахома во власти сильнейшего наводнения. Ситуация драматическая. В 40 тугах объявлено чрезвычайное положение из-за ливневых дождей и штормов, которые кое-где еще и сопровождаются обычными для этого времени на Среднем Западе торнадо. Стихия бушует уже 5 дней. Число ее жертв за это время достигло 16 человек. 9 погибли в Техасе, 7 в Оклахоме. Пропавшими без вести считаются 42. 8 из них находились в доме, который был унесен водами реки Бланка, вышедший из берегов. В ее бассейне самая сложная ситуация. Только в одном округе Хейс разрушено более 400 домов. Всего же счет пострадавшим зданиям в зоне бедствия идет на тысячи. Во власти стихии крупнейший в Техасе и четвертый по численности населения в США город Хьюстон. Накануне его жители пережили, пожалуй, самую непростую ночь. За несколько часов там выпало более 30 сантиметров осадков. В результате повреждений линии электропередачи без света остались около 80 тысяч человек. Вода залила несколько важных трасс и развязок, парализовав транспортное сообщение. Многие водители просто бросали свои машины на дорогах, спасаясь от полноводных потоков. Во время одной из таких попыток самостоятельной эвакуации утонули две женщины. Тело одной обнаружили, вторую, считают пожарные, которые исполняют США роль спасателей, скорее всего, унесло. Специальным службам теперь предстоит переместить две с половиной тысячи брошенных владельцами автомашин. Не проще ситуация и у соседей. В соседней с Техасом Мексике эпицентром стихии стал приграничный город Сьюдат-Акуна, где в результате торнадо погибли 13 человек. Что же касается США, то пока прогнозы неутешительные. Фронт, спровоцировавший природное бедствие, теперь движется на восток. Рекордных осадков ожидают в Луизиане и Миссисипи. Одной из причин происходящего синоптики называют довольно позднюю весну, которая на восточное побережье США в этом году пришла с месячным отставанием от календарных сроков. Валентин Богданов, Вести из Нью-Йорка.